Ну шо, шалом славяне и не очень. С вами снова Ерец, снова моя, ну почти не бритая морда. Я вчера вечером брился, но сегодня так сложились обстоятельства, что решил сделать видос пораньше, чем планировал. Поэтому сегодня у нас такая полудневная щетина, чуть больше. В общем, без крупных планов. Сегодня будет все у нас в один дубль, как в театре. В общем, слово в общем у меня уже стало паразитом в конце концов. Два станка. Один у нас, альфа, вот это альфа, да. Сделан из нержавейки. Это некий такой вариант всем известной, ну по камере большинству известной головы. Магарт В3А. То есть, ну вот, только сделан не из самой, из нержавейки. И работает, в принципе, так же. Другой товарищ у нас здесь, это у нас стандарт Разурс. Сделан из алюминия. Это у нас, понимаешь ли, очередная, как в принципе, и эта голова, как и В3А. Это все у нас вариации R89, которые в свою очередь доверяются вариацией Merkur R34. В общем, все-все удружки тыбрят. Тоже среднеагрессивная голова. Очень схожая с вот этой по работе. Но о них мы поговорим в самом конце. Вначале не побремемся, а в конце расскажу, что и как я про них, собственно, думаю. Потому что главная тема сегодня у нас совсем про другое. Главная тема у нас вот... Бамос. Про вот это мыльцо на базе гедонизм. Там, где заканчиваются сказки, начинается гедонизм. Поехали. В общем, что сподвигло сегодняшнее видео делать. Я, наверное, прежде чем начать процедуру бритя, все-таки расскажу основу, а потом уже подвинемся далее. Недавно я объявил о том, что база сказка уходит с Азона, уходит с Вайлберис и остается только для прямого заказа от меня. По этому поводу сразу были огромные подрывы в чате. Меня там едва ли уже не анафемы решили некоторые товарищи передать. Почему все это происходит? Почему база сказка, собственно, уходит? Начнем с того, что это за база такая. Она была сделана, собственно, из мыла с лимитки под названием Елу Саббат. В свое время я делал лимитку сибумоподобную, то есть без стериновой кислоты промышленной. В чем была ее фишка? Вначале я сделал, помню, пробную версию. Мне она очень понравилась, только получился реально сибум-сибум. Собственно, сделал голосовалку в группе. Все подержали, давай сделаешь такую лимитку. Начал я ее делать. Первую базу сварил, получилось немножко не так. Думаю, не, не буду так делать, сделаю еще одну. Вторую сварил, опять немножко не так. Все, была проблема в базе масляши. От него очень многое зависит. Заказал уже третий вариант маслаши. На нем получилось более-менее что-то похожее именно на первоначальный вариант. На нем, собственно, лимитку я и сделал. А это те две варки. Они были без оромки на тот момент. Чтобы мыло не выбрасывать, оно вполне за себя было годное. Хоть и очень необычное. Я решил разок сделать, собственно, партию. Отправил ее на ВБ под названием Fabulous Moss. Но, к моему удивлению, многим это мыло очень зашло до того, что мне пришлось еще делать несколько даже аромок и выпускать партию. В конце концов, она стала серийным. Но это все-таки не уберегло от вполне себе закономерных моментов таких, что многим это мыло вообще было непонятно. Людям, которые привыкли бить хрубаря кабаном прораса, эта база зачастую вообще никак не заходила. И мне приходилось даже иной раз отправлять им какое-то другое мыло, потому что они считали, что я продал им какую-то хрень, а не мыло. И мне, в принципе, им сказать даже нечего, потому что база, это действительно крайне необычно, но в целом для людей искушенных на самом-то деле. Хотя многие мне пишут, ой, какие проблемы, больше воды набахал и все работает. Но на самом деле, когда ты более-менее в этом всем шаришь. Для человека, который все время работал каким-нибудь там кремом Невея и прораса, это непонятно. Он начинает бить, а у него получается вместо пены какая-то непонятная вазюка, которую хрен нанесешь на лицо. Посему возникла мысля, что ее надо либо вообще убирать с СМП, либо менять. Для начала я все-таки решил ее изменить. Я делал несколько пробных варок. Во всех варках получалось либо хуже, либо то же самое, кроме последней, четвертой версии, в которой я все-таки добавил немножечко стеариновой кислоты и, соответственно, изменил немножко баланс всех остальных масел. И получилась, ну, как по мне, действительно хорошая база, которую можно заменить, собственно, сказку. Но так как это уже все-таки немножко другая философия, все-таки хоть и немного, но стеаринки там есть, я решил и назвать ее по-другому, вместо, собственно, сказки Геодонизм. В общем, если Геодонизм, я знаю, с чем вы будете рифмомать это слово, народу зайдет, я не знаю, как Геодонизм может народу не зайти, в общем, то, соответственно, все аромки со сказки перейдут на Геодонизм на маркетплейсах. Сказка, в свою очередь, а вот что хочу донести, никуда не денется сама по себе. Как только она закончится на маркетплейсах, я сварю ее какое-то энное количество без аромки, уберу в холодильник, чтобы она там лежала. И любой человек, который захочет именно себе сказку, а не Геодонизм, либо другое мыло, сможет мне написать и заказать у меня напрямую. И я отправлю ему или Почта России, или сделаю какую-нибудь там карточку на Яндекс.Маркете, и вот, собственно, через него отправлю, кто не хочет связываться с Почтой России. По этому поводу тоже очень много подрывов было, что вот, неудобства, тролливали, тут нажал на кнопку и все нормально работает, а тут придется тебе писать, ужас какой. То есть вот, бляха-муха, через Узбекистан покупать американское мыло бартером, нормально. Переплачивать на Авито за это же мыло в 2-3 раза, это нормально. Заплатить 300 рублей за Почту России, либо ко мне написать, чтобы я сделал карточку на Яндекс.Маркете, ужас какой, страшные неудобства. Но, и для этих товарищей я все-таки приготовил такой момент, что все же эти неудобства окупятся следующим моментом. Для базы, собственно, сказки, которая будет продаваться от меня напрямую, не будет, собственно, теперь уже ограничений по ароматам. Соответственно, аромка-то будет замешиваться на холодную, она еще и лучше сохранится по этому поводу. База мягкая, она позволяет вполне себе единичные заказы. Начну уже все-таки сбивать мыло. Делать, замешивать. Поэтому любая аромка, которая у меня будет в наличии, может быть для нее быть использована. Надийство, что боковушек не будет. Вот. Так что я думаю, что это вполне себе отличный вариант за те неудобства, которые возникнут с тем, что оно будет заказано, чем не лезвим. Это если вам не понравится вот эта база, и вы захотите не геннонизм покупать, а понимаешь ли сказку. В перчатке я не просто так, я себе уже все руки обрезал, позавчера порезал ножом, вчера порезал ножом, а сейчас бриту вытаскивал, вот эту вот, альфу. И она мне, зараза, лезвием пальцев стебанула. Поэтому, чтобы, во-первых, вас не пугать кровавыми своими пальцами, во-вторых, чтобы мыло на пальцы не попадало, надел перчатку. Собственно, в общем, плюс геннонизма, то, что он прекрасно работает, в том числе и с натуральным борстом, вообще без всяких проблем. С ним он даже выдает те самые небольшие кишочки. На синтетике они не особо проявляются, как они очень многим нравятся, когда сбиваешься такими штуковинами, все это набивается. Здесь это, конечно, не так выражено, но с натуральным борстом более-менее. Сейчас, извиняюсь, сейчас же забыл. Хотя эту базу, в принципе, можно и на лице сбивать, но с борстом, немножко тяжеловато будет даже для нее. Вот. Такие вот дела. Состав здесь, кстати говоря, отличный. Я вообще не пытался экономить, хотя при этом она все равно получилась чуть дешевле, чем сказка. Самую малость. Ну, почти то же самое по деньгам, но при этом куда более интересная по составу, хоть и со стерлинкой. А ромка здесь очень прикольная. Горбуз, манго и немножечко черного перца. На самом деле, летний запах, я, по-моему, бы летом мог выпустить, но все так сложилось, что выйдет она пораньше, в апрель. Вот такая у нас уже вот красота получилась, сбилась без всяких, собственно, проблем. Следующий момент, который в последнее время мне стали часто писать почему-то в отзывах о том, что у меня мыло какое-то... А, банки полупустые. Мало мыла, типа, у них. Понимаю, откуда ноги у этих отзывов. Просто, товарищ Феномен, аж недавно на АМП вышел полноценно. Я взял такую фишку, что у него в этих самых польских банках, что и у меня, 200 граммов, собственно, 200 грамм мыла. То есть, он по самый верх их забивает. Я делать так не буду. Несмотря на то, что в целом это даже удобнее было бы для меня, потому что тогда не надо взвешивать, собственно, мыло, каждую банку. Он набил ее доверху и все дела. Не надо там протирать спиртовой салфеткой. Спиртовой салфеткой. Вот почему-то. Боковушку покружаться, если она заляпала сильно. Но для пользователя у этого больше минусов, чем плюсов, с моей точки зрения. Конечно, если вы набираете мыло кусочком, либо взбиваете даже его, собственно, с чаши, но с банки, но с чашу, то есть поставили на чашу и взбиваете, и все, собственно, из баночки стекает туда. То норм. Но очень много людей, половина, если не больше, взбивают мыло без чаши. Собственно, и в чем еще минус сказки, без чаши ее вообще нормально сбить крайне тяжело. Синтетика еще как-то натуральным ворсом здесь лицо себе сотрешь быстрее. В общем, и, соответственно, если полная будет банка до самого верха, ну, представляете, на что это будет похоже. Руки все в пене, ты весь в пене, майка вся в пене, раковина, ванная все в пене. Это не красиво, не эстетично и все-таки. Поэтому здесь сугубо такой практический момент, это не жадость моя, мне ничего не стоит положить больше мыла и там чуть поднять цену. Ну, не чуть там, хорошо подняется цену, но тем не менее, это возможно было бы, если бы в этом был смысл. Но смысла я в этом не верю. Лезвие в обоих бритвах стоит в торке немецкие пакистанского розлива. Приветствую, товарищ Айк. Он мне их в свое время прислал. Офигенные лезвия. Большое спасибо. А, еще, кто просил передать им привет, это банда Пантелеича. Веселая у них группа, я, правда, в нее не состою. Я просто вообще ни в каких группах не состою. Не потому, что там, ребята, понимаешь ли, зазнался. Просто мне на свою группу, честно, времени не хватает. Я обычно потом в конце дня смотрю, у меня там такая вот поляна или в середине дня сообщений, куча с нотом, которые надо выложить. А уже где-то куда-то еще заходить, ну вообще времени нет. Так что, группа Пантелеича и товарищ Пантелеич, я вас приветствую. Последнее видео я уже смотрел. Рад, что мыльцу вам понравилось, лосик. А, еще один момент, который меня критикует в чате. То, что у меня плохое описание, фиговые фотографии в карточках. Вот тут сказать вообще ничего не могу, ребята. Что есть, то, как говорится, есть. Постоянно у меня не хватает времени этим нормально заняться, сделать нормальные фотографии, сделать нормальное описание. И так быть, конечно, не должно. Сейчас по-тихому я там делаю черновички с описанием. Потому что не хочется, с одной стороны, делать вот такие вот поляны, знаете, чтобы там читаешь, бляхомуха, и до сути дойти не можешь, как у многих товарищ. Ну, как у Феномена, собственно. Ну, ладно, это его фишка такая. Он не может, в принципе, в два слова что-то написать. Ему надо это расписать вот так. И многие его за это, в принципе, наверное, и любят. Но это не мой стиль. Я люблю лаконично, без воды. Ну, сейчас согласен у меня в перебор. Потому что нынешнее мое описание любого мыла выглядит примерно, как это мыло для бритя, им бреются. И все. Все-таки потом распишу, какой базой, как бриться лучше, как лучше сбивать. Все это будет. Такой минимальной, минималистичной форме, но будет. В апреле, думаю, все сделаю. Займусь массово редактированием карточек. Ну, а теперь, собственно, можно перейти к бритовкам. Начнем, ну, с альфы, пускай. Самое что ни на есть, среднеагрессивная брита. Вот в самом что ни на есть, правильном этом понимании этого слова. То есть, это все-таки через дневник, а не ежедневник, поэтому сегодня немножко, наверное, будет жестковато для бритя. Ну, хотя, в принципе, брился я твигом, ежедневником, поэтому кожа не сильно вчера пострадала. Может быть, и будет и норм. В общем. Примерно 6 единиц я бы дал ему по агрессии. Может быть, 6,5, не более. Ну, собственно, если вы брились мага в V3, либо, кстати говоря, этот станочек тоже будет у нас как-то на обзоре. Яки Гост 0.91, по-моему, называется он. Из нержавейки Гост. У меня был титановый, сейчас мне прислали еще и в нержавейки. Вот они по поведению практически один в один. Очень похожи. Отличный станок. Стандарт Розерс. Вот этот станочек. Он чуть-чуть помягче. Он очень похож по поведению на яковскую копию, собственно, 89-й головы. И нержавейки, мне кажется, что он примерно такой же. Он кажется, что он чуть мягче. Ну, плюс-минус та же песня. То есть, опять же, если той головой брились, ничего нового здесь не найдете. С другой стороны, если, опять же, нравится вам именно среднеагрессивные станки, которыми можно, в принципе, чисто бриться через день в ноле. То есть, не ежедневник через день, но зато достаточно чисто. То тоже очень отличный бридер. По покрытию, разве что здесь алюминий, здесь битбласт нанесен на алюминий, за счет чего он не очень-то, в принципе, и скользучий вполне себе. Не очень, правда, и скользит по лицу. Не с каждым мылом он будет летать у вас. Немножко имеет свойство чуть-чуть подзалипать, если нахилять на крышку. Но здесь все-таки немножко так сделана геометрия, что он все-таки больше от Гарды, как, собственно, и вот это. Это мне, в общем-то, нравится для них. Потому что тогда пена красиво снимается. Кислетик у них кто у нас не отменял. Вот один из плюсов, в чем, в принципе, плюс генонизма относительно сказки. У него нет излишних свойств к загущению. То есть, вот только к третьему проходу пена начала, собственно, густеть. Ее понадобилось немножечко разжижить. При том-то, что я намного меньше воды добавлял, чем я добавлял, допустим, бы, в сказку. То есть, по сути, это та же сказка по поведению, но только в правильную консистенцию бьется намного-намного проще. И дольше в ней сохраняет свои, собственно, свойства. Поэтому думаю, что на самом деле абсолютному большинству любителей сказки генозин вполне себе зайдет. И не будут они с тоской о ней вспоминать. Ну, а кому все-таки захочется именно сказку, опять же говорил, никаких проблем, ребята. Все можно будет заказать. Никуда она окончательно не уйдет. Если хотя бы один заказ в месяц ее будет, я буду ее периодически варить. И пускай стоит в холодильнике дожидается того, кому она будет нужна. Не буду пытаться сегодня прям выбриться-выбриться, потому что я говорю, меньше суток щетине кожа еще не восстановилась. Вообще, мне сейчас стало тяжелее восстанавливаться, потому что ну и зима свои коррективы уносит, кожа пересушена. Ну и все, конечно, и постоянно работа с щелочью. Здесь у меня нет нормальной вентиляции, много порох щелочек достаточно долго стоит. Это все не очень хорошо влияет на кожу. Вообще, перестал переносить. Я и раньше-то плохо переносил мыла с высоким PR, что вся 10 единицы выше. А сейчас вообще стало тяжко. Пробовал тут недавно родного. Не буду говорить название, чтобы опять же, хотя, чтобы дело не в мыль, дело в моей коже. Побрился разок и потом 5 дней не брился. герматит начался, начал красными пятнами. Устала кожа. Да, помягче. И немножечко, и она имеет свойство чуть-чуть нахилять все-таки на крышку. Не прям от крышки работать, а вот на гарду и чуть-чуть на крышку. Но она все-таки, в отличие от Альфы, более требовательна к удержанию правильного угла. Альфу как-то взял и попер. А эта хоть и мягче, но чуть не так ставишь, и она уже не бреет. Альфу как-то взял. Альфу. Альфу как-то взял. Альфу как-то взял. Трудная пrijо. Понятно, вот так. Альфу как-то взял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, лосик. Лосик опять забыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грушей. О, полуснемся. Одна из самых моих любимых аромок у меня. У нас со стороны, собственно, Альфы, ожидаемо, чуть больше печет. Со стороны стандарт-разерс почти не печет. По чистоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специально для второго фильма об Остине Пауэрсе. Он серьезно поработал над аранжировками. Как ни странно, со стороны стандарт-разерс чищен. Как-то так. В общем, надеюсь, было полезно. Надеюсь, было интересно. В общем, любители сказки, не расстраивайтесь. Все будет хорошо. Никуда она не денется от вас, если вы захотите ее. А тем не менее, гедонизм, как по мне, вполне себе стоит того, чтобы его ожидать. Как-то так. Спасибо за внимание. Пока.